Всем привет! Сегодня на ПТС установили обновление и давайте посмотрим, что интересное добавили. Наверное, начнем с самого интересного и интересующего всех, ну не всех, может многих точно, это с пробуждения Шай. И сразу начнем со скиллов, потом покажу, как они работают, ну и там в дальнейшем посмотрим, что еще новенького подвезли на ПТС. Итак, начнем сразу с верхней строчки. Первый скилл это у нас, соответственно, пробуждение. При прокачке этого скилла нажимаем С, можем достать пробужденное оружие. Второй скилл это баф, 15 атаки добавляет и 5% к урону от спецатак. Бафается через кнопку Е. Идем ниже. Да, еще по названиям скиллов. Скиллов это лунная мелодия названия. Здесь Солнце, Луна и Звезды называется этот скилл. Идем дальше. Вторая ветка. Первый скилл все быстрее. Через F-ку кастует скорость атаки, передвижения и скорость навыков 10%. Следующий скилл у нас называется Облачный Покров. Это все уклонение минус 10%. Кастуется через ЛКМ просто. Третий скилл Тайная Высота. Снижение сопротивления минус 10%. Это у нас через СЛКМ кастуется этот скилл. Тут ничего сложного нет. Идем дальше. Третья ветка. Первый скилл это у нас Крик в небо. Полторы тысячи хп всем союзникам. Все эти скиллы работают на 10 человек. Что дебафы, что бафы. Так что на 10 союзников работает полторы тысячи хп. Это скиллы спамищи. Вот этот спамищий скилл. То есть вы его юзаете, шая стоит, играет. И полторы тысячи хп постоянно просто они работают, работают, работают. Как-то в действии потом покажу в дальнейшем. Следующий скилл. Это у нас плюс 50% уклонению. Называется этот скилл Летний Дождь. Кастуется СОКМ. Да, этот у нас кастуется СФ. Последний скилл в этой ветке у нас кастуется через Shift плюс F. И это у нас на 10 человек в группе, которые вернее в рейде, это уже можно назвать, добавляет плюс 0,3% к набору Гнева Черного Духа. То есть на 0,3% Гнев Черного Духа набирается быстрее. Шая, которая кастует соответственно этот скилл. И 10 человек в рейде, которые стоят рядом. Идем дальше. Первый скилл это у нас Марш в лесу. СПКМ. Это у нас Стан. А, нет, извиняюсь. Это у нас Дамаг на 10 целей. Х1 идет. Сори. Следующий скилл у нас идет, вот это вот у нас Стан на 10 человек. Называется Мужество. Shift LKM. И последний скилл в этой ветке, это у нас очень злой, призывает Древня. И Shift Pkm. Давайте посмотрим, как это все работает. Ну, как я и говорил. С у нас Шая достает пробужденное оружие. Дальше у нас Баф. Ешка. Вот она, я и говорил. 15 атаки, 5% к спецатакам. Идем дальше. Следующий скилл F. Это она призывает такую Пантеру, которая бафает 10 человек в радиусе действия. Причем Шая может передвигаться с этим скиллом. Пантера следует за ней. То есть она может ходить. Да, кто-то, допустим, где-то на фарме, где-то на толстых мобах. Шая ходит. То есть и бафает сопартийца своих в пати. Как я и говорил, здесь скорость атаки, скорость передвижения и скорость каста навыков 10%. Идем дальше. Облачный Покров. Останавливается этот спамящий скилл LKM-PKM. Ну, либо LKM, либо PKM. Следующий это у нас просто LKM. Вот у нас вешается такой дебаф на противников. Минус 10. Все уклонение. 10%. Следующий. Тайная высота. Снижение сопротивления минус 10%. Это у нас SLKM. Вот он также проходит волна. И на 10 человек вешается минус снижение сопротивления 10%. Третья ветка это крик в небо. Как я и говорил, это у нас HP. Вот она у нас 1500 хп. Также, если шая стоит, 1500 хп постоянно обновляется. Обновляется, как вот пантера, которую я показывал. Следующий скилл это у нас в третьей ветке Я Герой. Нет, у меня есть Летний Дождь. Также спамящий скилл. SLKM. Так, что-то не то. Вот у нас этот скилл. Стоят вот такие вот 4, не знаю, как их назвать. Кто это у нас? Духи Древа или кто они такие? Похожи, но знаете, которые в Лису Энтов такие маленькие детишки бегали. А здесь такие тоже какие-то маленькие. Шай в Энтах. Он похож на Шай в Энте. И вот они стоят, кастуют и вешают баф. Плюс 50%. Все сопротивление. Неплохой очень скилл. Четвертая ветка. Маш в Лису. Как я и говорил уже. SPKM. Вот такой скилл. Пробегают такие же маленькие вот эти антики и дамажит. Следующий это станющий скилл. SHIFT LKM. Прибегает такой медведь и бух. Делает станет противника. Очень злой. Это дамажный скилл. SHIFT SPKM. Вызывается такой древень. Начинает бросать. Здесь просто нет противников. Когда есть противники, он такой подбрасывает камни и кидает в них. А так он просто как бы стоит такой и злится. Ну, не в кого кидаться ему, бедолажки. Вот такой вот прикольный скилл. Ветка небольшая. Все скиллы вам показал. Как кастуются, показал. Что они делают. Тоже все показал наглядно. Надеюсь, все было ясно и понятно. Кому не понятно. Останавливаем. Слушаем. Смотрим, что и как. Где. Также у нас у Шая появилось соответственно квест на пробуждение. Начинается он в деревне Флорин. И по завершению этого квеста там ничего сложного нету. Бегаем туда-сюда по карте в радиусе деревня Флорин, Хидель. Это в районе Трента туда надо будет сбегать. Потом сбегать в эфирю. Прибежать обратно. То есть вот такая вот небольшая движуха. И в конце по завершению этого квеста нам дадут три пробужденных оружия золотых. Ну, естественно, не заточенных. Это лютня, барабан и флейта. И дадут еще синие такие же пробужденные оружия. Вот они лежат здесь на складе. Вот барабан, флейта и лютня. Эти синие вещи, они изначально выше, чем золотые. По статам по своим. То есть, ну, они не затачивают. Заточить их нельзя. Если вы, ну, чтобы это пока не затачивать, скажем так, оружие пробужденное. Да, эти все лютни, барабаны, флейты. Флейты, непонятно еще вообще, что они делают, что они добавляют. Посмотрел по заточке, да. Вроде вот я надел лютню. У нее минус девять. Это от скиллов работает, да. Но юзаешь скилл. И там не девять процентов, а десять, как и положено на скилле. Минус десять процентов все сопротивление и уклонение. Как это работает, неизвестно. То есть, это все надо проверять. В пайте, в рейде, смотреть все это, как это работает. Работает от скиллов. Крик в небо и облачный покров. Также барабан работает также от скиллов. Там скорость передвижения каст навыков и каст скорости атаки плюс одиннадцать процентов. Но, как вы видели, я юзал этот скилл. И там десять процентов показывает каст. Как это, опять же, работает. Надо разбираться уже в рейде, в пайте. Флейта вообще не разобрались, как это работает. Ни я, ни кто другой пока еще. В описании написано, что просто шая дует в эту флейту. И все вроде как ништяк. И она красава. Прям дословно практически так и написано. Можно сказать, ничего я не придумал. Так что пока не разобрались, что делает именно флейта. Если бы какие-то скиллы были привязаны к определенным, допустим, музыкальным инструментам, было еще понятно. А так, в принципе, вы можете одеть любой музыкальный инструмент. И с ним будут у вас действовать все скиллы, которые я вам показал. Будь то флейта, барабан, лютня. Без разницы, что вы наденете. Ну, к примеру, да, и тот же скилл. К примеру, Shift-LKM, да, Shift-PKM вызывает древнюю, там, или, допустим, Shift-S. Без разницы, там, SF, да, это хп полторы тысячи. Ну, вот, как я и говорил, сейчас посмотрите, что это скилл. Он просто заканчивается и начинает действовать заново. Заканчивается и начинает действовать заново. 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд. Ушай добавляется полторы тысячи хп. У него было 3 с копейками, стало 5 420. Очень такой неплохой скилл. Я не знаю, как это будет действовать на осадах, как это можно будет реализовать. Но где-то в пати, на каких-то жирных очень мобах, это будет, я думаю, неплохо. Перейдем к следующему. Корейцы добавили возможность крафта бижутерии и лирии. Это бижутерия, которая нам дается в достижениях за 61, 62, 63 и 64 уровень. Многие стремятся именно к 62 хотя бы левелу, чтобы получить колечко и серьгу, а равноценные по статам, заточенному третьему храму и заточенной третьей тундре. Теперь вот нам корейцы добавили возможность крафта этой бижутерии. Крафтится она из камней иона. Надо их очень немерено. Допустим, на кольцо 325, дальше там 350, 375 и 400 камней иона. Плюс еще в придаче печати, нубера, каранда, кутума. Там еще кота босса я не разобрался. Также там масло всякие, бури, гармонии, стойкости падших. То есть, ну, не очень, скажем так, простой крафт. Я бы даже сказал, очень непростой крафт. Дальше у нас идет, прибавляет, допустим, к кольцу. Шаг 1 атака всего лишь. То есть, ну, начинается у нас с 13, да, кольцо у нас 13 атаки, да. Там дальше 14, 15, 16, потом там добавляет немного меткости один шаг. И на 5 заточенное данное кольцо будет давать вам 17 атаки. Это как равноценное четвертое кольцо храма. И вся бижутерия, которую, если вы заточите эту иллирию на 4, вернее на 5, будет равноценна четвертой голдовой бижей. Также можно расплавить теперь очень много, практически всю голдовую бижутерию, да не, почти всю голдовую бижутерию на камни иона. Это тунры, это василиски, но их раньше можно было плавить. Больше всего меня порадовало, что можно расплавить кольцо ланарос, которые просто бесполезны. Я их в последнее время просто выкидывал, когда получал, потому что не знал, куда их вообще деть. Даже заточенные в последнее время никто не покупал с аукционами. Просто выкидывал. Теперь их можно будет расплавить на камни иона. Кому интересно, насколько это плавится, отматываем маленечко назад. Смотрим, сколько дает камни иона плавка этой бижутерии бесплантовой. Ну, обычно там 3-5 камней иона. Я пробовал плавить кольцо тунры и ожерелье тунры. Мне дало 9 камней иона. Как бы, ну, не очень такое прикольное занятие. Тунру плавить на камни иона. Заточка этой бижутерии будет осуществляться равноценной бижутерии. То есть, чтобы заточить вам эту бижутерию и лилии, вам нужна такая же бижутерия. То есть, вам придется потратить еще там 300 или 400 камней иона. Плюс еще всякие печати там нубера, каранды, там масла, бури, стойкости, гармонии и всей остальной этой трихомодии. Вы потратите где-то на крафт одной этой бижутерии. Мы сегодня считали так приблизительно 400-450 миллионов. И это не гарантирует вам 100% шанса заточки этой бижутерии. При неудаче у вас будет сниматься 10 прочки. Восстанавливаться эта бижутерия будет либо такой же бижутерией, опять же, либо камнями иона. Так что, запасаемся камнями. Кто хочет это скрафтить, но я не думаю, что найдутся такие мазохисты, которые будут крафтить эту бижутерию и еще и в дальнейшем затачивать ее. Как я и говорил уже, в конце вы получите равноценную четвертую голдовую бижутерию и бижу, если заточите на 5. А заточка этой бижутерии, я не знаю, даже нету сравнимой еще бижи в игре, чтобы по деньгам сравнить эту заточку. Ну, наверное, разве что последние вот эти вот сережки, которые нам новые добавили, которые падают в звездные гробницы. Но и то у них цена там в районе 200 миллионов. И то заточка дешевле, чем эта бижутерия и лири. Если корейцы все это не поправят, не снизят количество камней иона, которое требуется на крафт этой бижутерии, я не думаю, что это будет пользоваться спросом. Да, я думаю, что 100% это не будет пользоваться спросом. Как бы, ну, не очень такое прикольное занятие. Идем дальше. Еще апнули у нас серый лес. Там мобы были настолько слабые, что я в 20-м закофрашенном круге еле-еле-еле на 60-м, конечно, уровне может кто-то сказать. Там, да, ой, да у тебя 60-й уровень, ой, у тебя там нету забафов, пристанки и так далее. Но, ребята, посмотрю, как вы будете в 20-м закофрашенном круге фармить этих мобов. Причем на той неделе корейцы добавили после того, как я сюда уже ходил. У меня практически полноценный 20-й закофрашенный на 20 круг был. Это оружие и шмот. У меня только пара вещей было закофрашено на 9 и на 6, древень на 9 и пхеги, кажется, на 6. Геос, ой, геос, грифон и аргон заточенные у меня и закофрашено на 20, и заточено на 20. Оружие карамда закофрашенное у меня было на 19. Кутум на 12, кажется. Игзарка тоже заточенная на 20, и закофрашенная на 12 и на 13 была. То есть вот такая вот у меня была шматинка, бижутерия пятая, местами четвертая. И я ходил пинать вот этих вот мобов, серых призраков они называются. Локация находится между Звездной Гробницей и Инганами. Рекомендуемая атака здесь 300, деф 400. Так вот, на той неделе уже подняли на 10% атаку этим мобам. И на этой неделе подняли еще на 10% им атаку, и на 15% добавили дефа. То есть еще накидали им жирку, и еще добавили им атаки. Но видно, они были там сильно слабые, корейцы их там шотали, и они решили их усилить. Ну, я так понимаю, разработчики хотели сделать этот спот просто тупо недоступным, чтобы не мог никто сходить, но, видать, корейцы там, однако, наверное, фармили. Раз они решили добавлять туда атаку и деф на этих мобов. Ну, вот какая-то такая штученция. Сделали бы этот спот партийным, ну, то есть на пати, да, допустим, из трех человек, как Мирмоги, или из пяти человек, как Гайференсье, это было бы еще куда ни шло. Можно было взять туда бы ту же шаю, да, но бафала, вот как она, видите, она спамит этот скилл до сих пор. Полторы тысячи дефа, он не останавливается, пока я не остановлю. Также можно забафать, как я вам показывал, эвку. И она будет спамить скилл на скорость атаки, навык в передвижении. Ну, неплохие такие бафчики, но я не думаю, что они бы там круто забафали таких чуваков в гире, как я, допустим, на ру. У меня там 270 в кутуме, 321 дефа. Я думаю, у меня там эти призраки, даже если я забафаю всем, чем можно забафаться на 62-м левеле, будут шатать. Просто, мама, не горю, мой дом труба. Так что я туда навряд ли пойду. Помирать что-то неохота. Там у меня камни были, дорогие инкрустации, ставишь мать. Идём дальше. Так она и будет спамить, но его нафиг, эту пантеру. Добавили возможность поставить галочку, когда вы стоите на рыбалке, допустим, на лодке, либо на бриге, ну, или на эскорте, на галере, к примеру, да. Когда вы стоите и рыбачите, то, когда у вас появляется вот этот пробел, закинуть удочку, у вас также появится галочка, где сейчас у нас выкинуть мусор, там появится галочка. Выкинуть с вашего борта, с вашего судна людей. Ну, можно сказать, то же самое, что и выкинуть мусор, да. Вы, допустим, поехали куда-то, у вас там кто-то тусуется на корабле, и вы не хотите его просто утащить куда-то, чтобы он потом вас матом крыл в личные сообщения. А вы его просто нажимаете галочку, и он моментально падает в воду. Также, если вы стоите где-то рыбачите, это может вас немножко обезопасить ПК-шников, чтобы они не залезли к вам на судно и не запекашили вас. Ну, хотя они могут подъехать и из пушек вас нафиг расстрелять. Ну, вот такую вот приколюху корейцы добавили. На этом все, ребят. Больше ничего интересного на ПТСе. Больше ничего интересного не добавили. Пробуду вам показал, скиллы показал. На этом все. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Приходим на наши стримы. А на этом все. Всем счастливенько. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok